Ну, для начала, вроде бы, такие, вы знаете, общие вещи, но, надеюсь, они вас тоже немножко заинтересуют. Оказывается, собственно говоря, если бы не... Давайте я по-другому поставлю вопрос. Вы можете себе представить человека без слюны? Ну, он, конечно, бывает, но живет он, как правило, недолго. Так вот, на удивление, вся, вроде бы, система, которая занимается зрительным восприятием, вот, помните, там, кто говорит, 95% информации, кто 98%. Вот эта вся информация, на самом деле, доступна нам только благодаря тому, что есть слезная жидкость. Без слезной жидкости, оказывается, человек ничего не видит, вообще, и видеть, более того, не может. Поскольку именно вот эта очень тонкая слезная пленка, достаточно строго ориентированное пространство, и, в общем-то, такая многослойная структура, она является главной подбравляющей силой. Вот почему, кстати, когда мы попадаем в воду, ныряем в воду в бассейне без маски, без ничего, мы мгновенно становимся гиперметропами, да, и любая там проплывающая плотва окажется нам китовой акулой, поскольку увеличивается все многократно, там, в разы. Вот, но давайте все-таки опять подумаем, а почему так вот? Здесь такой парадокс. Вообще слово роговица, мы, термин роговица, мы обязаны этому человеку. Известный арабский ученый, жил достаточно давно, и, знаете, я скажу, почему называется роговица-то? Откуда рог-то? Вроде не совсем похоже, да? А вот, оказывается, ну, как некая гипотеза, почему? Оказывается, раньше у нас не было ничего прозрачного, не было павитилена, да, и вот, и прозрачные материалы получали из рога. Рог определенным образом готовились, это достаточно сложная была технология, и вот эти, их получали тонкие пластинки, пластинки раскатывали, и получался вот первый такой защитный слой, и он был прозрач. И вот перед вами одна из первых вообще книг, так называемая роговая книга, это было совершенно опихотное такое значение, ну, словосочетание, это давали первоклассникам. Там вот отче наш, заглавные буквы алфавита, и каждый первоклассник имел в руке, в смысле, в сумке своей, вот такую книжку, и вот по этой книжке фактически он учил грамматику. Вот откуда вот роговые книги, я думаю, что вот эта прозрачная часть роговицы от этого и получила такое вот название. Вот. Но для нас важно вот что, коллеги, любой, кто когда-нибудь вот занимался хирургией, особенно когда речи в ветряной хирургии, есть такая ситуация, когда нужно, эпителий роговицы мутнеет, и вот мы вынуждены его убрать. Так вот, первично поверхность роговицы, она воду отталкивает. Она неровная, шершавая, и главное, она совершенно никак не хочет держать воду. И вот получается парадокс. Как же так? Без слезной жидкости мы не можем видеть, а с другой стороны, вся, в общем-то, структура роговицы буквально противоречит, и буквально так, главное, восторженно, значит, вот, просто вот не хочет она. Нет у них понимателя любви с водой. А как же так? Почему? То есть формально мы должны или вот так вот, да, быть, мы долго с Владимиром всем угадали, что делают с этой девушкой, и в чем ее трудятся. Но вероятно, вот что-то такое, нужно или сходить все время с водой на лице, или опустив голову в воду, ну или иначе, в общем-то, ничего видно не будет. Но природа, она мудра, и поэтому именно та слезная жидкость, о которой мы сегодня с вами будем говорить, она так устроена, что ее внутренний слой, он как раз и занимается некой адаптацией, то есть вот как стирает грани, стирает противоречия, и обеспечивает задержку жидкости на роговице. И еще один тоже, коллеги, любопытный момент. Вот, пусть вот наши коллеги присядут, а потом сейчас, можно покажу, я покажу, простите. Коллеги из Ташкента, замечательно, вот, до этого не видел. Вот, вот перед вами фактически рождение слезы. Вот так она, в общем-то, рождается, появляется на свете. Вот, и здесь я хочу вам сказать одну любопытную вещь. Есть, оказывается, чемпионат мира плакающих. Принимают участие, наверное, к счастью только женщины. Вот, им выдается такой вот набор взвешенных сухих салфеток, и они начинают рыдать по какому-то поводу. Ну, вот, совершенно безразличный, у каждого, у каждого он свой, они, вероятно, его выдумывают, и это начинает рыдать. И взвешивают вот эти вот платочки. Оказывается, среди них есть, значит, ну, как мошенницы, да, или как там, шур, в общем, жульничек. Они пропитывают нечто, вот, луком, там, чем-то еще, для того, чтобы вызвать, значит, большее выделение слезы. Так вот, этой слезы, так называемой первичной, да, вот так ее назовем, а организм может выработать, например, на 2 литра в сутки. Представляете? 2 литра в сутки. А той слезы, которая нужна для смачивания роговицы, при всем желании, причем, помним, да, там достаточно много типов даже железных, просто виды типов железных, этой слезной жидкости вырабатывается всего 2 мл. Разница в тысячу раз. И, представляете, какова стоимость, да, в кавычках, для организма этой жидкости. А теперь представьте себе, что нам потребуется нечто, чтобы заменило вот это все. То есть нам нужно где-то создать несколько предприятий, которые, значит, продуцировали некоторое сырье, потом это сырье в какой-то, то есть в кастрюлю там сболтать и наносить на глаз. Вот все это вместе делается фактически в органе, которое занимает там, ну, совсем небольшую поверхность или площадь по сравнению с человеческим телом. То есть, оказывается, задача-то не так проста. Попробуйте удержать нечто на роговице, которое воду отталкивает, и попробуйте это еще делать в нужном количестве, в нужном качестве. Вот почему проблема вроде бы такая, ну, так, ну, подумаешь, там, синдромского глаза. Вот, а на самом деле все гораздо сложнее. Еще некоторые такие вот факты о слезной жидкости. На самом деле это единственная прижизненно травматично доступная биологическая жидкость глазного яблока, отражающая изменения происходящие в глазу. Вот ничего больше нет. Все остальное нужно, понимаете, вот ножиком делать, формировать отверстие, доступ какой-то, чтобы что-то получить. Я раньше думал, что камачаток. Это оказывается еще и слезная жидкость. И это, понимаете, не просто слова. Вот, посмотрите, уровень стабильных бетаболитов в зависимости от заболевания. Другое дело, что у нас еще нет некой специфики. То есть мы еще не можем так вот хорошо интерпретировать то состояние слезной жидкости. А на самом деле оно очень информативно. Оказывается, допустим, при катаракте совершенно разные соотношения этих ионов. Еще один момент. Снижение уровня цинка слезной жидкости у больных с миопией. Казалось бы, ну какая связь? То есть, близорукость, которая идет годами, и слезная жидкость, которая вырабатывается вот-вот, прямо буквально экстемпора. А на самом деле, посмотрите, как информативно может быть этот показатель. Ну помним, да, что есть, кстати, отмечу особо, есть один из признаков прободного ранения глазного яблока. Этим автором, кстати, один из авторов является профессор Угрецкий Владимир Васильевич. Это изменение состава слезной жидкости и глюкозы на разной внутренней камерной влаге и гнили снаружи. Еще один момент. Плазминоподобные ферменты слезы тоже... Это показатель тоже косвенно может свидетельствовать о тех процессах, которые идут в глазу. То есть, еще раз, это индикатор, причем очень серьезный индикатор, которым мы просто пока еще не умеем, вероятно, достаточно хорошо пользоваться. Ну подумаешь, там, пробу Шермера, да, вот, или там, по норму, собственно говоря, все. А на самом-то деле, еще раз вернемся к анатомии. Это очень сложно организованная субстанция, в выработке которой много, в общем-то, заложено функциональных элементов и структур, и анатомических, в общем, самых разнообразных. И вот все это вместе, чем еще сдерживается? Сдерживается эта структура поверхностным самым слоем, который не сдерживает, а как бы стабилизирует все, что будет уже глубже в слоях синитарезной слезной пленки. И вот тут, понимаете, опять мы приходим в некую практическую плоскость. Много-много терроризировать. Но на самом деле лекарственные вещества, которые используются для стабилизации слезной пленки, для сохранения ее и состава, и, в общем-то, главных функций, их, в общем-то, довольно много. И как вы думаете, почему? Да потому что каким-то одним. Вы знаете, мы как-то видели с Владимиром Силовичем работы, где в качестве препарата контроля использовали физиологический раствор. Ну, объясните мне, целесообразность раствора соли, да, посолите водичку, да, и сравните, как она будет держаться на роговице. Вероятно, это было раньше, когда увлажняющие там всевозможные составы были, в общем-то, практически святой водой. Вот. А все, как я представляю, гораздо сложнее. И вот по составу этих препаратов мы еще обязательно с вами поговорим. Вот. И еще, коллеги, вроде бы опять мы сталкиваемся с неким таким, по-моему, легкостью бытия. Очень долгое время синдром сухого глаза вообще за заболевание никто не считал. Считали, что это, ну, подумаешь, там некий дискомфорт зрительный. Началось это все с юртез, помните, когда впервые обнаружили то, что сухой воздух кондиционированный, он влияет на испаряемость слезной пленки. Потом появился термин офисный синдром, потом какой угодно. Вот. И только прошло сколько почти, больше десяти лет, пока вот доктора и вообще все специалисты сошлись во мнении, что оказывается все гораздо серьезнее. Вот. Но тем не менее, значит, к счастью, да, львиная доля синдрома сухого глаза, как мы сегодня сказали, это все-таки легкая средняя форма, и как-то вот мы с ней как-то чаще сталкиваемся. Вот. Но, понимаете, вот если брать пациента с настоящими формами синдрома сухого глаза, я имею в виду клинически значимым с точки зрения жизни, образа жизни, там, где нужны не просто там жиденькие какие-то растворы, а более серьезные субстанции, то вот жизнь такого индивидуума, она напоминает вот такого вот муравья. Почему? Потому что мы активно провоцируем появление синдрома сухого глаза. Сразу хочу сказать, все, что я буду показывать, это не подошло. Вот это комплект контактных линз, которые поддаются к платьям, они разные, вы покупаете платье, и вам предлагается вот изменить не только этот имидж, но и вот как макияж, органисты, как хотите. Вот. Значит, ну, все мы прекрасно знаем, к чему все это приводит. Это только отчасти отложения на мягкой контактной линзы. Это всем известный симптом, да, в 8-9 часов, когда вот при не смыкании глазной щели идет как раз патологические изменения в зоне, оставшейся без защиты век. Вот. Лесики, да, ФРК, там, всевозможные. Далее, синдром сухого глаза при эндокринной офтальмопатии, в самых разных ее вариантах. Вот. Страдают пациенты, получившие в ту или иную, да, часть лучевой терапии, причем не важно, чем, каким источником. Отдельную группу занимают травмы. Отдельная группа, ну, в том числе, там, химические оживки. То есть, все это реально. Есть масса состояний, где, в общем-то, в любом случае, жизнь человека превращается в, в общем-то, не самую лучшую, наверное, вот, такую вот ситуацию. Вот. И вот для того, чтобы понимать, на какой стадии, как выбирать ту или иную рецептуру, на чем основан поиск главного, предложение вот тех специалистов, разработчиков, которые пытаются нам помочь с точки зрения химии процесса. Вот. И вот, собственно говоря, для того, чтобы к этому, к этой дороге, вот, от песка, вот этого сухого, уйти к живой воде, мы, собственно говоря, и сегодня поговорим о краткой... Говоря, говорим, неправильно. Мы сегодня побеседуем вот на такую тему, как краткая характеристика компонентов современных препаратов искусственной слезы, определяющей специфику их применения.